Сегодня в Красноярске презентовали проекты единой геоинформационной системы. Использовать эту усовершенствованную базу данных будут в первую очередь в градостроительстве. С ее помощью, к примеру, любой красноярец может получить сведения о перспективах застройки интересующего его земельного участка в соответствии с генеральным планом города. Предполагается, что в дальнейшем карта будет отражать подробную информацию об объектах городской инфраструктуры, в том числе и о социальных проектах. То есть, зайдя в интернет, можно будет узнать, где и когда будет построен детский сад или школа или поликлиника. Также на карте будут отображены здания, признанные аварийными и подлежащие сносу. Пока программа запущена в тестовом режиме, но, как уверяют специалисты, уже в ближайшее время заработают в полную силу. Эта интерактивная карта схемы Красноярска размещена на официальном сайте администрации города. Самым важным на этот момент является, первое, то, что уже эффект, который достигся на сегодня, весь город работает на единой картографической основе. Сегодня выполнен достаточно большой объем работ, связанных с арофотосъемкой, с созданием цифровых моделей местности. И все это позволяет сегодня, других подоснов нет, это основа. Также все это же у нас интегрируется с государственным кадастром. Эти же материалы переданы в фонд данных заместительных работ, и, соответственно, эта вся основа будет работать и в этой связи.